всем привет начинаем стрим сегодня у нас гостях екатерина всем привет познакомьтесь разбавим немножко наши мужские стримы екатерина является тренером работает бога нашили город алмата если что обращайтесь вот история у нас екатерина достаточно интересно дело в том что я ее старше на 10 лет и и получилось так что когда она пришла в команду где я тренировался еще то есть мы были двумя двумя учениками получается в той команде покой буквально прошло где-то год год наверное я уже начал там помогать тренировать в итоге я там еще и тренировал на ира года два-три больше если у меня было 8 да ну вот ли в общем лет пять я еще тренировал ее и потом через еще десять лет в итоге мы еще вместе не уже не работаем вместе но работали вместе до буквально до прошлого года в одном клубе в одной команде в одной связке в общем успели вместе потренироваться я успел побыть ее тренером и успели вместе потом еще поработать вот такой уникальный случай в общем прошу жаловать екатерина вот если что задавайте вопросики будем отвечать на ваши вопросы у нас есть чат какие правила действуют не ругайтесь видеокультурную беседу у нас вот есть комментарии уже до мустафа мустафа давид веселый алишер всем привет привет вот я в общем задавайте вопросы в чате мы будем на них отвечать будем выводить их на экран а если хотите а если ворваться прям по-серьезному можете сделать небольшой донат как это сейчас сделал тренер сергей продолжайте хорошее дело сергей вот хотите ворваться вот так вот с ноги как сергей можете сделать донат и будет и подписчик подписчик новость супер-супер в общем екатерина все екатерина уже кто-то влюблен вот в общем возможно смотрит да возможно смотрит ее муж поэтому будьте осторожны так дальше в общем хотите с ноги ворваться пожалуйста врывайтесь через донаты а так пишите в чат мы все читаем и отвечаем на вопросы сегодня тема главная это битва полов да как читали в описании женский теннис ну я думаю большинство здесь по розыгрышу поэтому кто пришел только по розыгрышу и хочет на халяву кроссовочки вернитесь через примерно час потому что сейчас у нас будет стрим может быть чуть чуть меньше да не пропустите очень важно чтобы вы были во время розыгрыша на стриме потому что нам нужно будет проверить подписаны вы ли на инстаграм да как помните условия конечно никто в комментариях никто не писал свой инстаграм аккаунт поэтому я не смогу проверить пока вы не подтвердите мы выявим победителя по комментарию потом запросим его инсту и проверим есть ли он в подписках у магазина будет классно если я выигрываю кроссовки на самом деле кстати екатерина тоже участвует я к я естественно не участвую потому что это было бы некрасиво но посмотрим а я могу участвовать так окей быстренько давайте пробежимся по комментариям и мы начнем основную тему когда розыгрыш когда розыгрыш я сказал плюс-минус через час гол андрюха говорит окей привет екатерина c кто мы представились отмотать и на начало стрима мы будем сейчас как раз вот с екатерины она нужна противоположный пол будем обсуждать эту тему далее 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 как думаете сможет ли сэр энди выиграть тбш нет не сможет это что думаю что он не сможет екатерина василина отель мира приветик приветик супер всем привет с двух экранов рублев чего всем привет с двух экранов рублев и на одном экране рублев а на другом конкурс а окей но наверное не стоит играть двум чего тренинг против друга после тренировок поддерживаю это отличный комментарий катя любовь моя давид пишет давид это мой племянник давид что ты здесь делаешь еще маленький вы сами с казахстана да мы с казахстана алматы а смысле мы приезжие не приезжие сейчас много приезжих нет мы родные свои да я же с казгана екатерина с алматы я тоже хочу кроссовки я да я заездной добрый день контент достойно хотел бы побольше нюансов о тренировочном процессе принципах о фопе что в этом что-то в этом роде да ну мы будем еще возвращаться у нас кстати следующий четверг сегодня у нас гостях екатерина следующий четверг я договорился с психологом поэтому будет алматинский на федерацию работы психолог евгения она будет в гостях вот так же как екатерина надеюсь поработаем именно в этом направлении по психологии тенниса боже какие у меня тонкие руки как это прокачаться психолога она очень классные вещи выкладывает в инстаграме надо у нее есть инста так окей как ни крути про про розыгрыш все знают да надеюсь написали комментарии кто тому самому youtube шорсу и еще не верить кто нечаянно нашел на стрим и просто на стрим зашел не из-за розыгрыша потому что просто знает что сегодня стрим мы еще будем проводить конце розыгрыш буквально два дня назад youtube шорс вышел зайдите туда и послушайте условия все мы приступаем так в общем тема 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 у нас какая битва полов погнали Проведем битву полов Екатерина Екатерина вы сколько сегодня работали она тренер напомню Восемь Восемь Отлично Восемь часов Я работал сегодня двенадцать поэтому победил мужской пол и на этом тема закрыта а теперь розыгрыш шутка В общем объективно сначала ответим что мужчины сильнее физиологически правильно Согласна Согласна Не спорит со мной никогда Но она согласна Ладно Спорю Вот Отсюда вытекают остальные все факторы Подача сильнее скорость перемещения сильнее Вращение сильнее Вращение сильнее И так далее Ну давайте допустим начнем сначала Просто Просто С физиологией Мы описали да что В принципе Женщина Вряд ли сможет обыграть Даже WTA Да Мужчину Ну скажем Многие пытались задавать этот вопрос Как сравнить Может быть стоит кому-то сыграть Может быть первой ракетке женщина стоит сыграть Но Таких открытых матчей не проводилось Потому что и так всем все ясно Всем все понятно Был Был лишь матч Сирена по-моему Мы не будем брать Старые какие-то матчи Тогда Когда еще Профессионалы играли Как сейчас любители играют Давайте возьмем Вот более-менее современные Сирена Вильямс И Венус Вильямс Играли против По-моему 400 или 500 Что-то такое По-моему Немец Сейчас скажу как его звали Немец один играл с ними В общем это история Которая вот самая из таких последних В общем по-моему Он даже был не в топ 500 Последних Он был на тот момент Я прочитал сегодня Википедии Он на тот момент был 203 Максимально он Максимально он был 34 что ли в мире В общем немец Он проиграл Ну в общем вот Я сейчас вам зачитаю Как раз вырезку из Из Википедии Браш Имя Браш у него Не добивался Особых успехов И внимание прессы Привлекли главным образом Его товарищеские матчи С Сиреной И Венус Вильямс Сыгранный в 98 году После того Как младшие сестер То есть Сирена Объявила Что способна справиться С игроком мужчиной Занимающим место В рейтинге ниже 200 То есть она сказала Что побьет мужика Который ниже 200 Браш Только что проигравший В первом круге Открытого чемпионата Австралии И занимавший В рейтинге 203 позицию Принял вызов И разгромил Сирену В односетовом матче Со счетом 6-1 Вслед за ней Он обыграл и Венус Со счетом 6-2 При этом Браш Перед встречей с сестрами Уже провел партию В гольф И выпил несколько коктейлей В перерывах между геймами Курил И согласился Делать только одну подачу А вы знаете Кто играет Насколько Одна подача Решает очень много То есть если забрать одну подачу Можно прилично так Подпортить игру Полноценная катастрофа Более того По словам свидетелей Он придерживал Силу удара После матча Он сам признался Что играл Как 600-ая ракетка мира Так вот Грубо говоря 600-ая ракетка мира Лучшую теннисистку На планете Обыгрывает 6-1-6-2 Вот вам и ответ То есть Сравнивать невозможно Это абсолютно Две как бы Разные дисциплины Женский теннис и мужской Чисто физиологически Быстрее Выше Сильнее И все такое По стилю игры Тоже очень сильно отличается Да Вот ты как считаешь По стилю Да Я считаю что по стилю игры Это вообще совершенно Два разных мира Потому что Женский теннис Он больше силовой У нас очень мало вращения Посмотрите Не знаю Любой пример Игу То же самое Где она лопит по мячу И сравнить мужской теннис Он более такой Долгий У них высокие отскоки У них больше вращения И плюс У них Меньше Невыдужденных ошибок Просто Из-за скорости мяча И из-за вращения Поэтому Я бы наверное Не смогла бы Выиграть Мужчину Кого? Меня? Меня может быть и смогла бы А почему нас повторяется Ну если он с этой церкви-то нет Оуууууууеаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вот, отлично, да, что я могу сказать, да, что ярким отличием от женского тенниса является вращение у мужчин, то есть девушки вращают гораздо меньше, и они больше занимаются плоскими ударами, у них более такая однотипная игра, во-первых, то есть все на скоростях, все на плоских ударах, на низкой посадке над кортом, и все лупят просто, ну, недавно даже и тот же Турсунов все время описывает теннис, потому что он занимается в женском туре, и описывает всю эту ситуацию, Давыд Янков в прошлом году, по-моему, тоже проводил сборы с женщинами, и тоже ему уже за полтинник, и он, тем не менее, он там легко обыграл, просто навязав свою иглу, хотя не верил, что может сейчас такой никчемной форме, 50-летний мужчина выигрывает, условно, 25-летних. Вот, и, ну, как бы уровень, конечно, совсем разнится сильно в физиологии, это раз, тут никто не спорит, и стиль игры, вращение, тактика, да, больше гораздо тактических решений может принимать мужчина, потому что, допустим, к сетке ходит чаще, соответственно, навык игры с полулета, укороченных, ну, и плюс, не забываем про подачу и про, в целом, рост, то, что мужчины в теннисе это 180+, как минимум, либо даже 185+, и, получается, они подачу как бы, ну, как бы сверху бьют, а женщины все равно, они немножко вперед толкают, немножко наверх, и в конце мы только прикрываем. У женщин, ну, кто высокий, рыбакина высокая, у всех остальных средний рост, это, ну, я думаю, 170-175 максимум. Да, соответственно, у них подача больше как вторые, если сравнить с мужским теннисом, и на подачи практически не выигрываются розыгрыши за счет подачи, то есть уже в розыгрышах разбираются. Особенно в решающие какие-то моменты. Да, да, а у мужчин достаточно приличное количество выигрывается просто за счет подачи подал или эйс, или соперник не справился с приемом и так далее, либо настолько упростил ситуацию, что следующим уже плюс один ударом подающий может забить. У мужчин более разнообразная, да, игра, то, что вот Артем сказал, что они чаще выходят к сетке, больше режут, больше укорачивают, принимают какие-то, допустим, нестандартные решения, нежели у женщин. Это же в основном игра на задней линии, кто кого перефигачит. Ну, по крайней мере, вот даже у меня такой стиль игры, то есть я не из тех игроков, которые будут качать, вкручивать, я буду бить. Я буду бить. Да. Настолько сильно, насколько могу. Мы сейчас немножко затронем, затронем тему, сейчас чуть быстренько пробежимся по комментариям и затронем тему обучения девочек, мальчиков, есть ли разница, чувствуем мы ли эту разницу, когда тренируем учеников, чувствуем, ну, как реагирует, если общая тренировка, кто быстрее развивается и так далее. Так, Андрей спрашивает, что делать, если напарница в паре поплыла? Поддерживать. Поддерживать. Поддерживать, это раз, и, ну, пытаться немножко, наверное, перетянуть игру на себя. Но главное — поддержка. Потому что если ты будешь ее дальше гнобить или топить, то исход игры один. Ты имеешь в виду в миксте, да? Да, в миксте. А можно ли пробивать в миксте девочку у сетки, если это точно принесет победный розыгрыш? Победный розыгрыш — да. Я считаю, что можно. Я не вижу в этом ничего плохого. Конечно. То есть мужчина может пробить девочку. Я считаю, что если там, условно, да, любитель стоит, который вот так вот, ракетка вниз, ну, можно это сделать как-то аккуратно. Не бить там, условно, в лицо, в нос, в глаз или еще куда-то. Просто вот рядышком, но аккуратно. Ну, справедливости ради, можно сказать, что вы, может быть, видите парные игры там любителей, и оттуда у вас такой вопрос. У профессионалов девочки, ну, подают тоже достаточно плотно и принимают очень плотно, очень плотными низкими ударами. То есть там не сказать, что если вдруг на мужчину подает, подает мужчина, во-первых, мужчина подает на мужчину в этот момент, да, когда ты хочешь девочку пробить, из приема ты вряд ли пробьешь, потому что мужик, ну, подает серьезно. В решающем розыгрыше, да. То есть, если где-то в розыгрыше этот получился мягкий удар, может он ударить, но и то, ну, мастерство настолько хорошее у теннисистов, что он вряд ли будет пробивать именно в тело. Он может пробить рядом, чтобы просто не среагировала девушка, но, тем не менее, не травмировать ее. Конечно, если это не только нециципас дебильный, а так все бьют нормально, адекватно. Вот. Дальше, дальше. А вы часто используете в тренировочных спаррингах для девушек именно мужчины? И нужно ли это? Ты часто используешь? Ну, у меня, у меня только так и получается. Я мужчина, у меня есть девочки, с которыми я спаррингуюсь, ученицы. Также и в группе они спаррингуются, естественно, и с мальчиками, и с девочками. Но если, видимо, уже выходим на какой-то уровень, где мы можем что-то выбирать, то скорее с мальчиками спарринг устраиваем. Может, на мальчике сложнее будет играть? Мы устраиваем спарринг, но тут у спарринга, у мальчика будет, или у мужчины, уже будет конкретная задача. Он будет работать над чем-то. То есть он явно не будет перекручивать мячи, потому что она такое в туре не встретит, в принципе. То есть он будет играть там по заданию, допустим. Он будет также играть плоско, как и она, возможно. Естественно, он это может выполнить. Кстати, большинство, допустим, я когда помню, когда нам звали спарринг-партнеров, либо мы играли с тренерами-мужчинами, мужчины в основном играли континентальной хваткой, чтобы меньше вращать, чтобы именно был вот этот плотный плоский теннис. Допустим, если мы возьмем ATP, то там спаррингов берут мужчины очень часто, и они достаточно такие постоянные партнеры, которые работают с этим игроком, и они привыкли уже достаточно на долгом промежутке времени работать с девушками, и они знают, что нужно делать, что нужно играть в другой теннис. Мне кажется, это тоже одна из причин. А другая из причин просто потому, что не все женщины могут выезжать, у кого-то дети дома. Поэтому, мне кажется, в основном и ездят в команду, например, мужчины. У девушек нет спарринга девочек. Это только если они в каких-то групповых попадаются. Или тренируют. У меня тренируется 14-15-летняя девочка. Да, ну это редкий случай. В основном с мужчинами они спаррингуются, если это только не группа. К сожалению, это так. Потому что мужчин, в принципе, больше остаются в теннисе. Женщины, ну как бы, если ты не играешь, то ты уже там идешь рожаешь, и все. И уходишь с тенниса. Не все. Пока еще не все. Следовательно, мужчинам тяжелее играть в турниры и добиваться результатов? 100%. Я считаю, что мужчинам намного тяжелее, нежели женщинам. А с какого, Давид, такой вывод, с чего сделал, следовательно, у тебя? С чего он мог сделать этот вывод? Не знаю. Ну то, что в целом мы описываем, то, что мужской теннис, он немножко сложнее, чем женский. И как бы логично будет? Ну, уже, да. Как недавно сказал кто, Турсунов говорил, да, что, допустим, да, да, Турсунов говорил, он работает в женском туре, и он говорил, что у мужчин любая невынужденная ошибка практически не прощается. То есть иногда там перевес в одно очко, и ты вряд ли где-то можешь потом вернуть это очко. То есть настолько каждый свою подачу держит, и вот если что-то не использовал, и допустил тем более невынужденную ошибку, то это карается сильно. У девушек же, то есть ты можешь допустить несколько невынужденных ошибок, и тебе без проблем соперница скоро их обратно вернет. Он как бы такую зависимость заметил. Ну, ему не верить это странно, потому что он работает с выживающимися этой действиями. У женщин это в основном какие-то легкие удары, элементарные, которые идут без какого-либо, без большой скорости, без высокой скорости. Большая афниров, наверное, да? Да. Какой-нибудь хавкорт, смеш, света на весной мяч. Почему, ну, стоп, у меня этот тренер Сергей вылазит? Не знаю, сегодня у нас тренер Сергей вылазит. Нет, все, я сейчас выключу его вообще, вот эту штуку. Он как будто прожимает его. Очень странно. Ну, ладно. Я думаю, теперь не будет. Так, окей, дальше. Алишер. В любом случае, женский теннис не будет наравне с мужским. Пусть хоть пройдет сто лет. Ну, все знают физиологическую разницу, мужчины и женщины. Тут ничего нет. Если наш вид спорта завязан на физике, на физических способностях, он будет отличаться. Все виды спорта возьмите везде так. Везде. И поэтому тут странно вообще в этом направлении рассуждать, чтобы девушка физически могла догнать мужчину. Ну, справедливости ради можно сказать, что, допустим, та же сирена может подавать подачу 200 км в час. 205 км в час. Лисицкий, по-моему, очень мощно подавала немка. Рыбакина подает мощно. Но проблема в том, что подавать они мощно могут. Но на этом же темпе потом бегать, вот возьмите сирену, да, она просто своими подачами убивала, и девочки не успевали. Мужчина такую подачу не то что примет, да, он на этом темпе будет играть, бегать по корту и носиться 20 ударов. А женщины, первый же такой проходящий от сирены удар, мощный, с форханда, допустим, в угол, все, это винер стопроцентный, потому что девушки даже не тронутся за этим мячом. Стартовая скорость медленнее, естественно. Поэтому они могут бить так же сильно, как мужчины, и они зачастую это делают очень так, ну, прилично. То есть я помню, сколько раз спарринговался с девчонками, я с Зариной Дио спарринговался, я просто офигевал, ну, просто в спарринге стоять невозможно. Они поливают под заднюю линию, там, то есть мужики так глубоко не играют. То есть из-за того, что есть вращение, они более надежны, более вариативно играется игра. Играется игра. Играется. Да. А у девчонок просто вот столько надсетов, ну, у большинства. Вот столько надсеточкой, и просто под заднюю линию все стелется. И нужно привыкать к такому темпу. Но игра, как только начинается игра, это твой первый прием, уже все навязывает какое-то вращение женскому полу, скажем так, и там уже... Она уже получает что-то высокое, необычное для себя, и там уже дальше развивается игра, ну, под диктовку мужчины, скажем так. Так. Норм звуки, не парьтесь. Ну да, тебе понравились звуки. Что делать, если напарник утром проспал и не заехал за тобой, и подставил вообще всех? Заранее звонить ему? Да, я, допустим, иногда бужу напарника, тоже звоню, знаю. Екатерина часто будет своего партнера по работе, зная, что он вчера тусил. Это нормально. Надо быть готовым. Если он не пришел, это ты виноват в том числе, поэтому надо позаботиться. Это так же, как в игре. Если у него что-то не получается, ты должен его поддержать. Просто, ну, как бы, можно позвонить заранее. Тем более, если вы проснулись и вам не отвечали. Надо звонить. Если ты проснулся, ты должен звонить, конечно. Будить его. А вдруг? А вдруг что-то не то? Екатерина, почему девушки играют прямолинейно и не любят фантазировать на корте? Ну, отвечай. Я потом скажу сейчас свою версию. Прямолинейно и не любят фантазировать на корте? Я, честно говоря, я даже затрудняюсь. Просто вот я, допустим, я не знаю другой игры. Я играла всю жизнь плоско, сильно. И когда я поменяла тренера в 16 лет, мне говорили, вращай и держи мяч. А я понятия не имела, что такое вращай и держи мяч. Если розыгрыш не закончился условно на четвертом ударе, то это уже тяжело. То это надо. Вот просто ты закрытыми глазами начинаешь его бить. Не зная, каким образом, но они попадают. Ты чувствуешь прекрасно эти мячи. Особенно какой-нибудь... Я люблю бэкхенд по большей части. Бэкхенд по линии. В любой непонятной ситуации я бью с бэкхенда по линии. И, допустим, на сетке не то что страшно играть, потом сильно начинают болеть кисти, честно говоря. Особенно после какого-нибудь плотного удара. Мы так же укорачиваем, мы можем срезать, допустим, эти мячи. Но... Буду говорить по себе. Мне было просто тяжело бегать. Возможно, я была ленивой. Возможно, ничего не поменялось. Но мне кажется, это больше физика. Да, я тоже добавлю. И плюс это стресс. Если, условно, вы на тренировке, да, тебе говорят, бей по мячу, ты там лупишь две диагонали третьей линии, то в игре, если ты кинул одну свечку, как в оборону, да, ушел, то следующий удар – это будет атака. Это будет атака по восходящему в любом случае. То есть нету такого, что вы там отрабатываете длинные розыгрыши. Ну, это крайне редко. Вот. Поэтому тренеров – это тоже вина. А вы же меня тренировали. Почему? У меня, знаете, я вам расскажу интересную историю. Меня пытались научить крутить мяч с бэкхенда. И мы вели дневники. И был тренер, который заставил меня вырезать буквы с журналов, большого, чтобы был большой шрифт, и сделать надпись. Вращать мяч с бэкхенда. Ничего не получилось? Ничего не получилось? Я каждый раз открывала, но на первой странице я такая… Потом. Ну, тогда я был неопытным тренером, поэтому я хотел, чтобы она крутила. Но теперь я опытный тренер относительно, конечно. И вот Данайка играет. Она сейчас занимается в группе в другой. Ей тоже там, говорят, просят ее крутить. А уже, ну, тяжело в этом возрасте менять. Уже тяжело. Я говорю, слушай, ты херачишь, но херачь дальше плоскочами, как Шарапова. Все нормально. Ты попадаешь же. Да. Тебе надо верить в свою игру. Вот возьмите там Соболенко. Херачит же. Ничего. Проиграет первый сет. Потом находит свою игру и херачит. Просто дальше и выигрывает. Так что… Естественно, мы тренируем выходы к сетке и груз лёта, но иногда на корте тебя настолько сильно сковывает, что ты думаешь, какая сетка, я сейчас пойду, и, ну, как бы через удар я уже вернусь обратно на заднюю линию. А если еще и кинуть свечку со смешем, это вообще катастрофа. Но я говорю, по крайней мере, лично про себя. Да. По поводу фантазировать, почему девушки не любят. Ну, у них более всегда простые решения. Они любят, скажем так… Допустим, у нас даже в тренировочном процессе устроен так мозг, видимо, у девушек, что им лучше проще объяснить, и они сами будут как бы это на чувстве прорабатывать. То есть, допустим, там в два шага что-то объяснить. Мальчику скучновато тренироваться, он постоянно ищет какой-то экшен, и поэтому даже когда я объясняю то же самое мальчику, тоже инструкцию, я ему могу дать семь шагов. Вот здесь вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. А девушке я могу дать, девочке могу дать. Просто начинаешь здесь, заканчиваешь здесь. И смотрю, получается ли у нее, сможет она эти две точки, грубо говоря, соединять. И, то есть, не гружу ее информацией. Зачастую им это не помогает. Девочки, окей. Вот, это не помогает, и поэтому так устроено. Мальчикам очень скучно. То есть, они ходят к сетке с десяти лет, они играют между ног с десяти лет уже, они пытаются твинер. Девочки, у них даже мысли не залазят в голову. Научусь-ка я твинер делать, я видела. Им это нафиг не надо. То есть, они знают, что они должны играть максимально эффективно. Вот у них в голове вот есть такое, играть максимально эффективно. Ясно. До трюков, до фокусов им вообще далеко очень. То есть, им это не надо. Мальчикам скучно, они хотят понтоваться. Ну, девочки, в принципе, не хотят понтоваться, правильно? Мальчики хотят попонтоваться. Вот максимум, мне кажется, максимум, это укороченный. Ну, это вот прям уже... Ну, да. Но это такой элемент, достаточно часто встречающийся. Поэтому тут такое, да. Вот. А мальчики начинают эти типа понты. С лета научился чуть-чуть играть. Все, он начинает нереально обезьянки делать, обезьянки делать снизу. Короче, мальчик так устроен. Вот это вот смеш слета. Поэтому мы видим, что около где-то к 12-ти годам, от 10-ти до 12-ти девочки играют гораздо лучше. Почему? Во-первых, они развиваются быстрее, всем известно. Во-вторых, они набивают 2-3 элемента и все. Мальчик слишком сильно в этом возрасте. Дети, мальчики... Да что ли, Сергей? Так нельзя. Какой-то сбой. Пошел сбой. Давайте я попробую сейчас... Так... Ну, это ладно, это как напоминалось, что ли? Оу, ееееееееее... А, мне тоже бутинка гоняет почему-то. Донейшн аверс. Вот. На чем мы снялись? Про то, что мальчики чудачат, да? Вот. И плюс, девочки набили 2-3 элемента очень хорошо. А мальчик до 12-ти лет очень сильно распылялся на все. На то, на сё, на укороченные, на игру слёта, на обезьянки, на игру между ног. На разные стили подачи. В общем, он сильно распыляется, естественно, не так сильно набивает эти элементы по отдельности. Не такой опыт ударов этих элементов. И в итоге он проигрывает пока девочки. Может проигрывать до 12-ти лет девочки. Потом, когда у него достаточный объём и сила подрастает, кручёные удары, которые он тренировал, становятся очень тяжёлыми. И весь арсенал наконец-то укрепляется. И тогда, конечно, он шансов уже 14-ти годам девочкам не оставляет. И с этого момента, я думаю, уже начинает расти всё быстрее и быстрее разница в уровне тенниса. Вот. Окей. Дима на связи. Мы хотим одного нашего прекрасного тренера по физподготовке сборной Казахстана вызвать, чтобы он тоже дал свои комментарии по физподготовке девочкам и мальчикам. Дима один из лучших фитнес-тренеров в Казахстане. Дима, Ростислав, Татьяна. Освободишься. А почему девушки меньше выходят к сетке? Есть на самом деле девушки, которым прям нравится играть в сетке. Они бегут, они так чувствуют, и это их стиль игры. Но большинство нет. Вот вы просто представьте, да? Девушки выходят к сетке, но они выходят, когда им дают короткий мяч. Они идут с короткого мяча к сетке. А теперь, представьте, силовой теннис. Задняя линия. Ты стоишь в шестой зоне, да? Прям далеко от задней линии. В какой момент идти к сетке? Ты не успеешь даже добежать до хавкорта, тебе уже с невероятной скоростью прилетит мячик. Причем куда-нибудь в сторону, либо в голову. Да, глубокая плотная игра не позволяет войти в корт. С этих ключей неудобно играть. Плюс, если ты сам плотно бьешь, настолько, как девушки бьют плотно и далеко, ты просто не успеешь даже до хавкорта добежать после этого удара. Парни, если где-то там накрутят, побегут, в детстве даже, да, еще в детском теннисе, накрутят, побегут, то девчонки настолько плотно бьют уже в таком возрасте, что у них просто такого кейса не возникает побежать. Они побегут, когда, конечно, их вызовут уже к сетке, но самому, чтобы пойти к сетке, плюс, опять же, физиологические данные, да, это скорость реакции, скорость принятия решения, там уже реагировать просто нереально как, потому что я сам именно таким стилем и играю, и вижу по своим ученикам, насколько они заторможены, потому что у них нет каких-то определенных навыков пока реагировать. То есть, если для меня все молниеносно происходит, я быстро изловчился и сработал, то я вижу, насколько не хватает ловкости где-то, реакции ребятам, если говорить уже про девочек, то там, конечно, еще медленнее все это, то есть, поэтому очень как бы неэффективно им ходить к сетке. И размеры, естественно, опять же, размеры маленькие, относительно мужчин, девушек уже, когда играют в профессиональные турниры, просто физически тоже маленькую площадь перекрывают у сетки. Вот так вот, из топ-десятки более креативная Онс Жаберл, она очень тактично играет, да, да, что-то напоминает Хингис, есть, есть, кто играет разнообразно, согласен, есть, но все-таки женский теннис, он сейчас более такой силовой. Последний, кто мне нравился, как играл, это была Жестиной Нин, и сейчас вот играет, конечно, Швентик, просто огонь. Кажется, гнобить и так далее, это про неадекватных партнеров. Да, кстати, Веселый Давид, только что мне написал, что это не Давид, почему Веселый Давид? Как тебя в Инстаграме завали? Просто фотография, один в один мой племянник, я думаю, его тоже зовут Давид, я думаю, может, он пишет мне все время, ты же не первый раз мне писал. Вот, здоров, Веселый Давид, это я, когда-то давно дал погонять свой аккаунт братишке, а он его сделал веселым. Я не понял вообще, откуда, просто там один в один. Ну, на самом деле, очень много таких партнеров. Спортивное образование, Екатерина, ваше спортивное образование? Мое спортивное образование, я экономист и финансист. Экономить деньги? По профессии, но я прохожу обучение, которое проводит наша Федерация Тенниса, ITF Level 1, я прослушала курс полностью, я прослушала семинары наших местных тренеров, педагиды Федерации Тенниса, и вот на последний мы ходили в том году, в декабре. Мое образование, я горный инженер и финансист, отучился 8 лет в университете, 2 магистратуры, я еще умный капец, а спортивного нету, и мало оно у кого есть на самом деле, потому что настолько тошнит тебя от своей спортивной жизни, что еще и забивать это спортивным образованием было, конечно, тяжело, тяжело выбрать. Кто идет на спортивное образование, я говорю про действующих спортсменов, потому что для них дают какие-то, не то что скидки именно в финансовом плане, а что посещаемость, ставят где-то, допустим, автоматы, ну и толку от этого образования, хорошо, спортивное, а дальше что? Да, в то время, когда выбираешь университет, ты еще достаточно глупый молодой человек, и учиться точно не будешь, если ты профессионально играешь, ты там просто для галочки будешь ходить. Потом получать образование тоже смысла нету, потому что уже проще действительно ходить на курсы, изучать только то, что тебе конкретно нужно, и не тратить время, не распыляться на все остальное. Потом ты умный и без опыта работаешь. Да, потом ты умный и без опыта работаешь, тоже образование нужно, но сейчас достаточно распространено вот именно курсы, где ты конкретно изучаешь что-то, применяешь тут же на практике, и все работает. Но встречаются, конечно, те, кто и отучился, и продолжает работать. Лучший тренер для девочек. Лучший тренер для девочек, мужчина, тренер или женщина? Мне кажется, это зависит от характера ребенка, нет такого, что девочки там только женщина, а мальчику только мальчик. Кому-то, да, жесткий нужен, а жесткий может быть как женщина, так и мужчина, кому-то может быть более покладистый тренер нужен, кому-то душевный тренер нужен. Все равно приходит с опытом и с пробами. Просто опять же мы приходим, что конкуренция там не выдерживает. А лучше идти в команду, где работают мужчина и женщина. Да, хороший полицейский, плохой полицейский. Но понятно, что больше мужчин тренеров, да, это так работает, поэтому чаще мы можем видеть, что именно тренер мужчина работает над игроком. А что делать, если напарница в праме, Тима, салам, Тим. А что делать, если напарница в праме делает три двойных подряд, а ты думала, она профик? Во-первых, вы... У тебя не та напарница была? А это ты была, что ли? Возможно, я не помню. Кстати, возможно, да, это я. Ты с ним играла? Возможно, нам когда дали одну подачу. Когда у тебя одна подача, то это катастрофа. А, вам одну подачу давали? Когда люди, которые играют с профессионалами, думают, что вот, ну он же профессионал, он же играл в теннис, ребят. Мы не тренируемся. Настолько сильно и эффективно, как мы тренировались 10 лет назад, когда мы были профессионалами. Так что вы сильно не надеетесь. Ну, серьезно. То есть, условно, я играю в день, вот сама прям фигачу играю, но это час-два максимум. И в то время, как 10 лет назад мы тренировались 7 часов. Разница есть, и я думаю, да. И еще было ОФП. Кстати, вы знаете, что я позвал Екатерину сегодня и пообещал, что все донаты получит она. Но пока ни одного доната, так что, Екатерина, извините. Так. Получается, я ему тут вообще не знаю. Да, точно. Тренер Сергей один, он донатит, но это какой-то баг. Не знаю, почему это происходит. Не знаю, если не баг. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Сейчас еще подпинят. Там повторяется почему-то одни и те же три донаты. Оу-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Да, конкуренция больше. И опять же, промахов меньше. То есть, ну скажем, у девушек чаще скачет, я так считаю, настроение. И там может произойти все, что угодно. У вас также? Топовый игрок может проиграть. Топовый игрок может проиграть. У вас также скачет. Сотой какой-нибудь ракетки. Просто вы выплескиваете. Да, да, мы выплескиваем, да. А вы держите, да? Мы держим, а в какой-то момент, ну... Психика выплескивается, да? Ну, кто-то плачет. Кто-то просто идет, умылся, проматерился. Ну, в общем, пошел играть дальше. Показатель очень простой. Я не дергаюсь. Я ничего не делаю. Садится, ну ладно. Показатель очень простой. Прекрасно знаете топ-3 лучших теннисиста. И как долго они этот Олимп держат. И сколько женщин поменялось, да? И сколько женщин меняется. Показатель очень простой, да. К сожалению, это так. К сожалению. Фигунду. Вот, только прочитаем, что там еще есть. Кто сказал, что... Смотрите, если мужчинам тяжелее во всех планах, почему призовые выше у девочек. У девушек не выше призовые. У девочек не выше. У нас, у нас, у них все равно. Небольшие неполадки. Розыгрыш кроссовок. По поводу призовых, получается как? Благодаря сирене же они сравнялись, по-моему. Сирена первая начала говорить о том, что это несправедливо. Да, да, сирена, как всегда, стала во главе угла. В общем, одинаковые призовые, лишь на больших шлемах. Это все выбили большим трудом. Вот, на всех остальных турнирах призовые вообще разные. То есть, даже на любом турнире берете одной категории, там стоимость призового фонда отличается даже у мужчин. Один и тот же уровень турнира, допустим, но абсолютно разный призовой фонд. Поэтому там разный. Можно спросить Екатерину, допустим... Ты далеко промотала, что ли? Нет, вот все, вопрос. В общем, мы ответили, почему мужчинам сложнее. Естественно, сложнее, потому что конкуренция больше. Кто добился какого-то... Вот этот мы тоже уже ответили. Так, насчет призовых. Такая щепетильная тема, да, многие не любят ее там поднимать, когда вот уравняли, многие спорили, правильно это или неправильно. Тут как бы две стороны. Если там мы за равноправие, то, естественно, весь мир за равноправие сейчас и все такое, то да, с другой стороны, я всегда был нет. Ну, если мое мнение спрашивали, с чего бы я считал, тем более уравняли это на больших шлемах, где мужчины играют пяти сетовики, женщины играют трех сетовики. То есть мужчина, в принципе, больше проводит на корте время, а получает те же деньги, что и женщина. Они говорят, как бы опять же сравнивают... Я не буду комментировать это. Все же говорят, опять же, ну окей, для женщины, она же физиологически слабее, для нее три часа, это как для мужчины пять часов, поэтому уже одинаково. Окей, тогда у меня другой аргумент. Как-никак это бизнес, и извините... Это был плохой вопрос. Он всегда несет на этой теме. Бизнес должен приносить деньги. ATP — это коммерческая организация, WTA — это коммерческая организация. Если WTA проводит свои турниры, и, допустим, проводит трансляции, покупает рекламу у них, естественно, разные бренды на этот турнир, и все данные открыты. Сколько людей смотрят женские матчи, сколько людей смотрят мужские матчи. Раз мужские смотрят больше, как бы тут уже секретов нет, и, естественно, реклама туда дороже. Естественно, и призовой фон будет дороже. То есть, ну, просто более популярный. Ну, аноним закинул. Это что-то новое. Спасибо. Спасибо, аноним. Жалко не подписываете. Подписывайте, задавайте вопросы, мы ответим развернуто на них. Так вот. О чем это мы? О справедливости равных призовых. Это просто две разные организации. Кто как крутится. Если бы, допустим, я не знаю, где-то одинаковые организации, допустим, где женщины, ну, гораздо лучше стоят, допустим, модельный бизнес, допустим, да, ну, там модель будет получать женщина гораздо больше, и никто ничего не скажет, потому что, ну, это то, где рекламодатели заносят больше бабла. И все. Ну, мы перейдем к следующему. Да, давайте. Это может быть бесконечно. Ну, мы еще не видим, видишь, что пишут? Ну, окей. Когда розыгрыш кроссовок, ну, давайте мы проведем ровно через 20 минут. В 20-20. По-нашему, ой, по-нашему будет 21-20. Ну, в общем, еще через 22 минуты. Игорь Гория. Артем, представьте гостю студии. Не узнаю. Ну, в начале стрима представлял, и не раз, поэтому не будем уже отвлекаться. Побежим дальше, просмотрите начало стрима. Когда результаты конкурса? 22 минуты, уже 21. Девочки не понтуются, девочки это фэшн и стиль. Окей. Катя, что тебе больше нравится, грунт или хард? Я ненавижу грунт. Ну, да. Девочки, быстрый темп, естественно, хард. Костецкий номер ван. Костецкий номер ван, он сейчас в бане и не хочет с нами разговаривать. Сейчас мы его попробуем все-таки выцепить. Да не трогайся. Сука, человек отдыхает. Он каждый день отдыхает, парится. Он не отдыхает каждый день, да, сидим и отдыхаем. Есть ли преимущество у игрока левши? Кстати, Екатерина левша. Никакого преимущества, кроме подачи, я бы сказала. А так, ну, я не кручу мяч. Какое, следовательно, может быть преимущество? Только на подаче. Я всегда резала подачу и крутка на подаче. Все, это, кстати, единственное, по-моему, вращение, которое есть в целом. Это Рома, что ли? Роман Жукович. Ты его знаешь? Да, я знаю. Рома судил наше турнира раньше. Он работал судей. По судейству, вот. Да. Когда был молодец. А, ну все. Свой человек. Да, я помню. Свой человек. Это ты, веселый Давид. Все, запомнили, запомнили. Рома, привет. Судья. Рома, видимо, на лет 10 назад, если не больше. А, тренер сейчас, Рома. Где ты тренируешь, напиши. Так, есть ли преимущество у левши? Да, причем, окей, есть преимущество у левши у мужчин. Потому что бэкхенд мы знаем, да, что гораздо слабее, чем форхенд. Но это лишь распространяется на мужиков. У девочек бэкхенд зачастую сильнее, чем форхенд. Я обожаю бэкхенд. И там прям вообще не стандарт вариант. И поэтому там теряется вот это преимущество, левша ты не левша. Действительно, лишь только вращение на подаче дает дополнительную сложность тем, кто не привык с ними играть. Вот, в общем, вот так вот. Я хотел посмотреть, кстати, сколько сейчас на стриме у нас человек. Окей, дальше погнали. Когда ушел тренер-мужчина и осталась женщина-тренер, ребенок стал большим желанием ходить на тренировки. Это отлично. Это же хорошо. Это же хорошо. А мужчина-тренер, который ушел, стал зарабатывать в два раза больше. Это тоже хорошо. Поэтому все, я думаю, все от этого выиграли. Все в плюсе, да. Сколько там у вас мониторов? Артем головой крутит, словно... Здесь просто... Да, тут капец. Раз, два, три. Ну, четыре, короче. У нас мониторы еще есть. Трим-машинка, телефон, айпад. Можете повыпиадываться. Давайте. Камера. Да. Ну, спасибо. Что заметили. Всем физкульт-привет. Привет, 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 Евгений. Топ-1 среди женщин... Чего? Топ-1 среди женщин. Это какая сотня ATP? Понятия не знаю. Триста и дальше. И то, возможно. Ну, что-то это прям... Ну, как? Ладно, все, окей. Ну, ладно. Вечный спор. Давайте... А, это ты, Андрюха? Ну, да. Угу. 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 Тренер Сергей, хватит скидывать по 200 рублей. Скинь тысячу. Это какой-то глюк, ребят. Ну, слушайте, наверное, стяжи. А кто там еще наверху? Эта штучка бегает. Ну, подождите. Два на нем. Может быть, я ранее скинул. Еще у вас? Там было до этого снабы. Вот, и что наверху крутится, кто-то задонатит. У меня почему-то повторяется? Ну, окей. Это как раз всем пример, что вы можете задонатить, чтобы не забывали. А-а-а. Тимур Семенюк, что нужно было делать? В общем, у тебя есть шанс еще поучаствовать, потому что осталось у тебя буквально, сколько? 18 минут. Два дня назад есть YouTube Shorts. Провались на мой канал и посмотри там YouTube Shorts, где я говорю про розыгрыш. Там уже провалится в комментарии. Там полное описание. Там полное описание, да. Проваливаешься в комментарии, делаешь комментарии, подписываешься на те ссылочки, которые в прикрепленном комментарии висят обязательно. И погнали. Как объяснить счет игры 6-7, 6-1, 2-6? Что такое ломается или включается у игрока? 6-1, 6-7. Так, 6-7 проиграл. 6-1 выиграл. И потом 2-6 проиграл. Ну, тут много может чего быть. Тут третий сет может быть. У тебя просто физухи не хватило. Ну, всякое бывает там. Там просто много чего может быть. Во-первых, каждый сет это как отдельная игра на самом деле. То есть, просто как сегодня ты соперника выиграл, а завтра ты ему проиграл. И в принципе, 3 сета это как 3 вот этих разные игры. Человек отдохнул, человек успокоился, начал новый сет играть. Буквально первые 2 розыгрыша изменили полностью баланс. Один в себя классно поверил, другой этому сопротивлялся. Но тот веру не потерял и задолбил гейм. И у того упала уверенность. И все пошло-поехало. Потому что все-таки вся игра сваливается в психологическую сторону. И как раз через неделю у нас будет психолог на канале. Поэтому зададим вопросы. Что ты первый сет? Вот, допустим, у тебя не идет бэкхенд. Вот что бы ты ни делал, он не попадает. Так, как хочешь ты. А ко второму сету, допустим, ты вышел после сета, немножко успокоился, волнение прошло и игра пошла. А у соперника, наоборот, допустим, пошла на спад игра. Вот вам в целом и вылазит счет 6-1-2-6. То есть, ну, может произойти абсолютно что угодно на корте. Угу, угу. Что больше нравится, двуручный или одинокий бэк? Двуручный. Катя Ван Лав пишет, Bubble Tea. Не знаю, кто это. Круто. Что больше нравится, двуручный или одноручный? Двуручный. Строго двуручный. У меня одноручный. Я сейчас играю одноручным, хотя когда играл сам, играл двуручным. С тренерской деятельностью стал играть одной рукой и прям кайфую сейчас. Всегда мечтал одной рукой играть, но не хватало на это время переучиться. Что у вас тут, двуручный, раз, на столе? Там Шарапова. А, Шарапова кричит. Понятно. Кто хочет послушать Шарапову за донат? Евгений. О, Катя, привет. Вот, наконец-то, реальный донат. Вот эти, вон те старые, это уже чистое какое-то мошенничество. Повторяются и повторяются. Катя, 500 рублей. Спасибо. Не зря пришла. Не зря пришла. Что там, Дима? Не хочешь с нами пообщаться, Дима? Да, встаньте вы от Димы. Дайте Диме отдохнуть. Сейчас, секундочку. Ты читай вопросы. Вот он. Тимсон смотрел там. Нет, я бы вылетела еще в Квале. Я уже не игрок. Как бить двуручным или одноручным? Кажется, тяжелее. А, кстати. Блин, вы... Из-за руки я ничего не вижу. Кажется, двуручным тяжелее. Андрей, конкретно в твоем случае тяжелее двуручным. Просто надо знать, что... Какая рука ведущая на ударе слева? Левая рука. А вы пытаетесь правой бить. Вот и все. Можно секундочку? Ребята, вас сейчас смотрят 38 человек. Это прям круто. Молодцы. А лайков всего лишь 15. Не хотите донатить? Поставьте хотя бы Кате лайков. 39 должно быть, раз у вас 39. Конечно. Зачем я еще подзываю? Лайки хотя бы и накидайте. Как? Жустина Нен. Как вы не видели? Почему я не видел ни одной женщины с одноручным бэкхендом? Маре Смо. Жустина Ненарден. Это еще. Это самые крутые представители одноручного бэкхенда. Кто-то еще из новой женщины отыграет. Сейчас уже я не вспомнил. В общем, других не надо помнить. Да, это офигенный пример. Жустина Ненарден. Это первые ракетки мира. Ну, Маре Смо, по-моему, тоже была первой. Да, я думаю, да. Поэтому, как бы, посмотрите. Какое-то шибу больше не нравится. Конечно, Ролан Горос. Не нравится? И Трава мне не нравится. Трава мне не нравится. Ролан Горос нравится. Я просто не люблю грунт. Мой стиль игры трава, но... Самый любимый Австралии. Но он скучный. Он слишком скучный. Слишком быстро, слишком много падений, слишком много травм. Что делать, если твой друг 30 плюс лет переходит с Вилсона, которым играл всю жизнь, на бабалат? Да еще и меняет одноручный бэкхенд на двуручный. Плюс он еще и татарин. Вы знаете, о ком он? Да. Что делать? Лечить или поддержать? Лечить. Нет, там не важно. На двуручный пришел или двуручный, или одноручный. Там не важно. Там будет все равно в итоге один слайс. Так что не переживай. А слайс у одноручного и двуручного бэкхенда один и тот же. Поэтому там будет просто слайс. Лечить. Лечить. Работал в Казатом Проме, в Астане, в НТЦ. Сейчас в Европу, в Академию взяли. Огонь. Круто. Круто. Молодец. Европа. Это хорошо. Что делать, если твой друг задает вопросы про других друзей? Сегодня у нас стримчик такой, видимо, из-за розыгрыша. Много наших земляков на стриме обычно больше с России подписчиков смотрят. Екатерина, Артем, как вы справляетесь со стрессом? Я согласен с Агасией, что теннис, игра одиночек. Очень тяжело иногда. Но мы уже тренеры, и поэтому нам стресс такой не грозит, как игрокам. Но зато у нас есть свой тренерский стресс. Смотреть на учеников, мучиться. Это на самом деле, честно, это еще хуже, чем играть на корте. Да, ну, в основном все запивают это алкоголем, но я не пью совсем практически. Екатерина чуть-чуть прибухивает, шучу не прибухивает. Как обычно, вино чуть-чуть, может быть, позволяет себе. Мы за здорового производителя. Если донатят на вино, она вино пьет, да, можно так сказать. И если не донатят, то не пьет. Но лучше просека. Просека лучше, да. Вот, поэтому как? Я вот занимаюсь блогерством для души. Екатерина играет в Симсов и Гарри Поттера. Вот так снимаем. Вообще, в целом, в данный момент времени у детей есть психологи. Да. Нас психологом никто никуда не водил. Ты проиграл, тебе сказали, ну, вот мы работаем над этим, над этим. Поплакал пару дней, походил грустняшкой и пошел играть дальше, все. Да, так что вот так. Нурадис спрашивает. Здравствуйте, а это женщина-основатель Everything for Tennis? Нет, нет, здесь нет ее. Мы на дистанционке общаться будем, поэтому... Нет, это тренер Екатерина. Это не я. Это не она. Цветочки. Точно, слайс постоянный. Слайс must have. Слайс one love. Выход к сетке на-на-на-на-на закрыл. Катя не хочет играть одиночку. А Катя может поиграть одиночку? За большие деньги, с удовольствием. А если хотите, чтобы я с ней сразился в прямом эфире, и вы могли управлять матчем, благодаря донатам, можем запускать там одну штуку прикольную. И там можно, короче, классно замутить. Не слушайте, он обманывал. У нас лайков сколько тут? Он обманывал. По-прежнему немного. 43 смотрят, а лайков... Сука, кот наплакал. Давайте, если мы соберем 100 лайков к этому видосу, к этому стриму, мы сыграем... 100 мало. За 100 я не пойду играть. Ну, даже за 100 мало. Ну, для начала накидайте 100, а Екатерина еще и подумает. И со мной попробует сыграть. Посмотрим, кто победит. Но там будет классная штука. Там будет нагрузка на победителя. То есть, кто будет вести, тот будет что-то делать, чтобы теннис ухудшался. Я думаю, будет прикольно. Хочу приехать в Алмату и поиграть с вами. Мой уровень NTRP 3,5. Я не понимаю, до сих пор эти вот эти вот NTRP... Потренироваться, в смысле, легко. Почему ошибки так очевидны, когда смотришь на игру снаружи, и не так очевидны, когда играешь? Потому что, если вы будете играть и думать о своих ошибках, вы проиграете. На матче нет времени анализировать и думать, почему ты сейчас поставил закрытую стойку, когда нужна была открытая, или почему ты не вышел к сетке, когда надо было идти к сетке. Например, Сергей. Я буду его отключать. Плюс слишком много эмоций на корте. которые не дают спокойно разобраться с этим. А вне корта ты сидишь и думаешь, почему он к сетке сейчас не пошел? Почему он смэш сейчас не ударил? Вдруг он думал, сейчас я ударю смэш, это будет забор, и это будет катастрофа. Зачем? А вот и все. Да? Да. Да и вообще, совсем недавно же стали смотреть на свою игру со стороны. У всех появились айфоны, телефоны с камерами, где ты можешь спокойно себя снять. Раньше такого не было. Там снимали на эти комкодеры немного, но это столько геморроя было. Сейчас без проблем, такие приложения крутые, вот есть SwingVision там всякие. Ты можешь вообще настолько игру свою анализировать, просто космос. Поэтому, да, сейчас, кто не снимает себя, странно, почему не снимают. Мы всех учеников снимаем, показываем, как надо делать, сравниваем с профессионалами, сравниваем со старой техникой ударов. Постоянно используем это в работе. А Катя тренирует, она развалит меня, она тебя развалит. Кто это? Это со мной. Меня пытается развалить все каждый раз. Но с ним приходится потеть жестко. Так что, оно тебе надо. Только за большие деньги, Андрей. Так, ну что, у нас тут комментарии наконец-то кончились, мы дошли до конца. Дима не выходит на связь. Я сильно хотел бы, он его вытащить в эфир. Ну давай. Пару минут. Нет, это называется испанский стенд, получается. Удели. Все тебя уговаривают. А чего они про меня не напоминают, про то, что вы разыгрываете ракетку потом? Так, давайте, пока нету новых комментариев, и мы пока ждем с Диму, с Банни. Вы должны лайкнуть коммент под шортс. Нет, я не должен, в смысле, я лайкал просто, пока было время, сейчас-то нету времени, сейчас мы на стриме сидим. Там какая система будет? Мы просто будем в специальном браузере будем выбирать победителя по комментарию. Те, кто оставлял больше одного комментария, смысла не было. Так вы свои шансы не увеличиваете, потому что там будет выбор очень простой. Ну, в смысле, от одного автора один коммент будет выбираться. Ой, мой, тупит. Вот так. Вот. Так вот, когда итоги конкурса? Итоги конкурса, как я и говорил, в 20 минут. Сейчас в 14, через 5 минут начнем проводить конкурс. По поводу ракетки, вот что вы видите, моя прелесть ракетка. Если вы пройдете в описании к этому стриму, вы увидите способы взаимодействия с каналом. В общем, можно разыграть ракетку, это не бесплатная услуга, это себе в карму. В общем, донатим по 1000 рублей или эквивалент 6000 тенге, собираем на ракетку сумму, разыгрываем среди тех, кто задонатил эту ракетку и покупаем ее. Выбираете уже, победитель выбирает сам ракетку, а остальные радуются, что задонатили, получается, по сути, какому-то прекрасному человеку. И себе в карму. И себе в карму. Да, ракетку мы уже разыграли, отправили в Грузию. Плюс там есть, разные вариации взаимодействия, также и по технике разбираем, вот так же во время стрима. Индивидуальные консультации, в общем, почитайте, если вам интересно. Привет из Киева. Пришли люди после поста в сообществе? Да, да, приходят. Приходят, прям резкий, резкий буст. Сейчас посмотрим, может, кто-то и как раз таки и выиграет кроссовочки. Гоу, еще онлайн, парную тренировку. В смысле, какую парную? Я сейчас стримы перестал делать с корта, потому что не набираем просмотров. Роналду. Вопрос не про теннис. Роналду или Месси? Роналду. Роналду? Я понятия не имею, я футбол вообще не смотрю. Есть ли будущее в женском агрессивном теннисе? Оно есть, оно идет. Оно всегда и было, и остается, да? Да. Шарапова багует, да, покрикивает немножко. Привет, Мадина Софиульна, привет. Так, ну что, будем потихоньку, наверное, Дима не хочет отвечать? Ну ладно. Предъявите ему, кто его знает, почему он не вышел в эфир, с нами не пообщался. А что, ну что, начнем. Так, в общем, что у нас есть? У нас есть... Откройте комментарий, посмотрим, сколько. Давайте сначала посмотрим, сколько комментариев. Даже где-то была открыта. На ютубе. Сейчас. Будет классно, если я выиграю кроссовки. Да, кстати, Екатерина тоже играет. Я буду рада. Поэтому она тоже может выиграть. Так, ну смотрите, ой-бой, 157 комментариев. Ого. Четыре минуты. Давайте я продолжаю не зачитывать их. Как-то можно будет закрыть через четыре минуты? Нет. Нет, мы эту ссылку ставим. Нет, тут ничего не сделать, мы просто разыграем и все. Мне нужна ссылочка этого видео. Короче, сейчас у нас... я вам выведу на экран, чтобы все было красиво и честно. Все мы выходим в кадр. И прилично. Нет, мы в кадре останемся сейчас. Это сюда. И это сюда. себя поместим куда-нибудь. Себя поместим куда-нибудь. Вот так вот. Вот так вот. Окей, поехали. Так, в общем, вот что мы набрали, да. 157 комментариев. Отлично. Куча, куча. Тимур Семенюк, ты хочу, хочу, хочу. Так много комментариев оставил. Хочу, хочу, хочу. Это тебе не поможет, к сожалению. Потому что там есть такая функция, брать один комментарий от одного. Да, комментарий надо было оставлять под шортсом. Верно. Верно, верно. В инстаграме надо подписаться просто на их канал, потому что мы будем проверять. Надеюсь, победитель будет в прямом эфире, и мы узнаем название. Так, окей, нам нужна, нам нужна эта ссылочка. Сейчас мы ее копируем. Где она у меня? Копируем. Теперь переходим на рандомайзер. Вот, будем использовать commentpicker.com. Вот такой сайт. Обновим. Переин. Всем все видно? Жаль, что не поможет. Это, конечно, можно было сначала сказать, оставляйте больше комментариев, так вы увеличите, а потом вас резко обмануть. Всем видно, да? Так, чуть ниже опущу. Вот, смотрите. Вставляем комментарий. Какие он там просит? Нет, нам экстра не надо. Вот, смотрите, написано include replies to comments. Убираем. А, нет, ну, не ставим, потому что нам ответы не нужны. Там где-то мои ответы на комментарии и так далее. Дубликат user. Вот. Фильтр, фильтр duplicate user. Ставим, чтобы был фильтр дублирования от пользователей. Это не ставим, это не ставим, это, кстати, не ставим. Ну, вот, в общем-то, вот как бы все. сейчас он просчитает нам 3 плюс 8 у нас 11. Get YouTube comments. Мы еще раз нажмем. 85 комментариев он ушел. Вот вы видите, да, что у нас написано 155 комментов всего оставлено к шортсу, но он находит, если убрать все дубляжи, он находит 85. Мы еще шалом, Хайзенберг, ну ты прям под конец залетел. Ты прям знал, да, когда розыгрыш начался. А ты, кстати, Хайзенберг участвуешь в розыгрыше? Смотрите, осталась одна минута, чтобы залететь в розыгрыше. Вот. Ну что, стартуем или ждем? Ну, минута. Минуту ждем. Задавайте вопросы, минуту ответим. Вот она, заветная кнопочка старт. Когда мы ее нажмем, все случится, все случится. А, кстати, с магазина кто-нибудь есть? Опять тренер включился в работу. Тренер, тихо. Да, участвуешь. Ну все, самое главное, что ты участвуешь. Ну что? Если ты не участвуешь, то кто? Кедавры. Окей? Кто ты считал, это тихо? Не знаю. Алла. Дима, не хочет... В общем, все, 21.20, мы начинаем розыгрыш. Нажимаем, нажимаем, если вы хотите, стартуем, да. Bubble T ждет с самого начала. Все нажимаем, всем видно? Вы смотрите, вниз, вверх, вниз, вверх. Видите, мотаю, все реально, все как есть. Вот, мотаю, айпадик. А, вот так могу даже показать. там еще что-то пришло. Вот, видите, вот оно, все по чесноку. То есть, получается, все, кто позже оставил комментарий, они уже туда не попали? Отлично. Ну да. Все, мы... Вы спрашивали, кто-то с магазина есть? С магазина кто-то есть? Если отпишитесь. А, Bubble T с магазина? А, ну... Да, да, отлично. Кто хозяин магазина? Bubble T хозяин магазина. Все обращаемся к нему. Окей, кто хозяин магазина? Ответили. Bubble T хозяин магазина. Ну, или представитель магазина. Так, все, жмем на старт. Екатерина, пожалуйста, жмите. Где старт? Старт. Т. А, с моей легкой руки. А, а запись останется? Запись. Запись останется. Давайте, экранку запущу. Уже поздно, экранку запущу. One, two, three. Ага. Go. Всем удачи. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Касамжомарт. Эх, сейчас сразу столько всех. Эх, не я, эх, не я, эх, не я. Я устроена. Давайте порадуемся за... за Касым Жамар Такаева. Он подписан на магазин. Он подписан на магазин? Где ты нашла? Вот, Касым Жамар. Ага, все, так. Отлично. Значит, мы можем посмотреть, подписан ли он на ваш YouTube. Касым Жамар, ты находишься сейчас... Да, вот здесь. Ты смотришь сейчас YouTube? Эх, эх, давайте еще накидайте. Давайте another winner. Pick another winner. Да. Ну вот, поздравления. Вот Хайзенберг, молодец, молодец. Порадовался. Значит, ты в карму. Касым Жамар, может быть, вы здесь? Если Касым Жамар здесь, да, мы бы позвонили бы, поздравили бы, связались бы в прямом эфире. Сейчас запись экранки закончим. Есть, нет? Нет, есть. Будем проверять еще баночку мечей? Баночку мечей будем проверить. Ну, конечно, надо проверить. Бонусом шла баночка мечей, да? С магазина. Вы YouTube еще проверьте, что это друг у меня подписано в ваш YouTube. Мы тогда сделаем перегратию. А, да, мы должны проверить же, подписан ли он на канал мой. Я-то знаю правила. Кто там вывел? Касым Жамарт. Вы не попробуйте? Халик. Халик. Касым Жамарт. Так, сейчас вспомнить бы, как проверять на комменты. Вы же все видите. Вы же все видите. Мне нужна YouTube студия моя. YouTube студия. Так. Вспомнить бы. Посмотреть. Новые подписчики. Показать всех. Из последних. Дата оформления 1 марта. Где поисковая строка? Поиск. Не знаю. Ну, это круто. Кроссовки. Это вообще, это самая нужная вещь для теннисиста, я считаю. Все поздравляют. Как искать? Подожди, как-то же я искал в прошлый раз. Ну, может, не последние 90 дней, а все надо как-то? Все время? Нет, давай за последние дни. Нет, я не вижу же, куда вбить поиск. Ну, последние 7 дней, это типа кто подписался за промо-акцией этой. Может быть, он недавно подписался? Блин. Как это сделать? Кто знает, как найти подписчика? Алишер, спасибо. Спасибо. Да, если у него профиль открыт, да, я знаю, что можно посмотреть здесь. Да, Хайзенберг босиком бегает, и мы в порядке. Блин, ну подождите, не расходите, вдруг Касанжи Марк не подписан на канал, вот он закосячил, представляете? Ну, я на самом деле надеюсь, что он подписан. Я пока поковыряюсь, Катя, развлекая публику, я пока разберусь, как найти. А, кстати, надо переиграть. Нет, напишите, напишите с магазина ему, он подписан, мы проверили, он подписан, Касанжи Марк там такой есть. В личку ему напишите, чтобы он зашел на стрим тогда. И все, и мы сейчас с ним созвонимся, просто я пытаюсь проверить, и, блин, канал, как еще можно? Где бы найти? Кто здесь? Кто? Давайте зайдем на комменты, где комменты. Да, мне тоже стало интересно. Не сильно. А, я знаю, вот сейчас мы его коммент просто найдем, наверное, да? Попробуйте. Все, вот, поезд на канале. Как его? Касанжи Марк. На английском, да? Нет, Сергей, пищиков. Так, если что, конкурс проводил он. Я нажала дай-ка кнопочку. О, Касанжи Марк. Надеюсь, не Токаеву мы позвоним, а другому Касанжи Марту. Да, давай номер. Ну, нет, сюда не пиши, куда-нибудь напиши, чтобы все номеры вы не видели. Куда-нибудь мне в Телеграм или куда. И мы ему позвоним. Короче, ищу Касанжи Марта в этом. В комментах. Где-то был. Все. Вот. Нашла. Нашла его коммент? Угу. Каналы? Где он, далеко он там? Каналы не написаны, какие он подписаны. Значит, у него закрыт профиль. Поэтому я его не могу найти. Скорее всего, да. Но нам нужно проверить, подписан или нет. Жалко, что он это самое. Не. Далеко ты его искала? Долго ли стала? Я снизу ли стала. А, вот я нашел. Хочу кроссовки, хочу кроссовки. Я вам выведу на экран. Да, вот он действительно писал. Хочу кроссовки, хочу кроссовочки. Так, номер я получил. Так. Сейчас мы ему звоним, короче. Давайте позвоним ему. Номер его дали. У нас где представитель магазина? Пускай проверит, подписан ли он на телегу. А еще я должен проверить, подписан ли он на мой инстаграм, правильно? Но нам нужно узнать его аккаунт инстаграмский. Инстаграмский. Так, ну что, я звоню? Да, я же показывала инстаграм. Его инстаграм показывал? Ну, он подписан. А, ну посмотри, там же написано, подписан ли он на мой канал еще. Это же бонус будет. Какие каналы у него? Нет, я про инстаграм говорю. Ну, про инстаграм подписан на мой канал, посмотри. Подписки. А, открытый профиль. Да, подписан. И на этот магазин тоже подписан? Да. Все, ништяк. Пусть откроет канал. Хотя, подождите, как канал называется? Сейчас мы ему. В общем, звоним, короче. Да, он, допись. Так. Так. 31, 31. Ой, ну последняя цифра сказала, 31, 31. Остальные вы не знаете. Так, звоню. Касым Жумар, да? Все. Айфон. Спикер. Вам слышно там в эфире? Алло. Алло, Касым Жумар? Да. Приветствую, это Артем. Нет. Теннис лайф. А, да. Ты выиграл кроссовки. Поздравляю. Да. А ты что не смотришь эфир? Я не смотрел. Ну же, зря, зря. Да. Тут все не верят, что ты подписан на канал. Да. Ты сейчас в прямом эфире? Да, нифига. Ты можешь говорить? Я прям молился, знаете? А? Я прям молился. Он прям молился, ребят. Поэтому вот поздравьте человека. Ты подписан на канал, да, на ютубе? Да, конечно. Просто у тебя закрытый профиль, поэтому я не могу проверить, подписан ты или нет. Я подписан, да, подписан. Да. Ты, пожалуйста, открой профиль. Мы посмотрим, когда ты подписался, когда у тебя будет время. Хорошо, сейчас. Потому что, чтобы люди были уверены, да, что ты выполнил условия. А в телеграм-канал ты подписался в магазин? Я одолго что-то купить? Нет, ну да. Слой пыльки неравнопрекают. Нет, она ваша. Нет. А, кроссовки там уже брал, да? Ну, отлично. Да. Значит, ты уже знаешь, ребят. Я считаю, что баночку мешать мне должна дать, вообще. Я же так. Вот, ну, в общем. Судя по всему, судя по всему, ты уже, как бы, выиграл. Ты только подтверди им. Открой настройках профиля у себя в Ютубе, чтобы мы... Сейчас, минуточку. Ага. Оу, еееее. Как делать это, извините. Я вот настройки зашел. Все, там же заговоры пишут. Как вы знаете, что это именно он? Да, да, да. Все, все доказательства скинем. Да. Все доказательства передачи скинем. Так, извините, вот я в аккаунт зашел, а дальше что делать? Понятия не имею. Да, понятия не имею. Мы знаем, как открыть канал на Ютубе. Настройки должны быть там. И в настройках профиля где-то надо открытый доступ поставить. Что-то в этом роде. Я сейчас тоже у себя на телефоне гляну. Ебой. Так. Сейчас я посмотрю у себя на своем личном канале, как это делать. Верхняя галочка, потом сеттингс, настройки, наверное. Может, privacy? Так. Пускай откроет канал в прямом эфире. Не бойтесь за мной, пожалуйста. Блин, я честно, знаете, не знаю, как это сделать. Сейчас я найду. Ну, смотрите, если он был не подписан, он уже выплывет? Если он сейчас прям подпишет. Ну да, там говорят, напишут дату, когда он подписался. А, что за звуки раздирающие? Это у нас донаты прилетают от ребят. Это Шарапова душераздирающая, не мы. Настройки конфиденциальные спишут. Что? Или просто скриншотом скинуть. А, да, ты можешь скриншотом скинуть, точно. Давай, скриншотом. А, куда скинуть? Телеграм мой есть? Телеграм? Нет, тут номер в WhatsApp. В чем проблема? А, или есть сейчас? Или в Инстаграм, или в Телеграм. Где-то. Я вас на ваш Инстаграм подписываю. А, ну вот можно в Инстаграм скинуть фотку. Настройка конфиденциальности. Хорошо. Это где? Сейчас. Что я не слайду? Угу. Ну, в общем, странно, если он не будет подписан. Конечно, он подписан. Сейчас кинет фотку. А потом разберется, как открыть аккаунт, и мы... Картину тебе не кинуем. Я его скинул. Так. Открываем. Убеждаемся. А ты можешь по-другому скинуть? Ты вот как-то скинул, она не открывается. Как это называется? Сейчас. Вот, все заходит. Там как-то... А, все. Вот, вижу. Окей. Все, все, все. Сейчас я на экранчик расшарю. Ой. В общем, вот сообщения. Все. Косым же март. И все видят. Оп. Подписан. Все нормально. Вы подписаны. Все. Поздравляю тебя. Теперь тебе надо будет с этим магазином связаться. Они уже поняли. Хорошо. Спасибо большое. Поздравляю тебя еще раз. Все, спасибо. А как? Ты сам в теннис играешь? Да, конечно. Сколько тебе лет, если не секрет? Сколько тебе лет, если не секрет? Что за билет? Сколько тебе лет? А, 15. 15. О, супер. Ты профессионально занимаешься или для себя? Тоже хотела в 15 игру из кроссовки. В следующем году планирую КВС взять. Ну, молодец. Удачи тебе. Давай, увидимся. Круто. Молодец. Поздравляем еще раз. Давай. Пока. Бух. Ну все, человек счастлив. Что и требовалось. Вот так вот. Ну что? Заканчиваем. Заканчиваем. Домой. Екатерина хочет домой. Давайте быстренько по комментариям пробежимся. Так, 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 так. В подписчиках можно посмотреть, но у него изначально всегда закрыт аккаунт. То есть его надо в дополнительных настройках открывать, чтобы люди видели, что... В общем, если он откроет свой аккаунт YouTube, то тогда я только смогу смотреть, подписан он на меня или нет. В противном случае нельзя. Так быстро сейчас это понять, где это, тяжеловато найти в настройках. Так, да, телега есть, теннис лайф, канал есть. Как-то странно все это. Ладно, перестаньте, это наш первый розыгрыш, и мы его так вот делаем впервые. Спасибо, что есть магазин. Спасибо. Чего? Меня уже поздравляют с наступающим 8 марта. А, Алишер поздравляет, да, с наступающим 8 марта. Ну, нет, тут все умерло, да? Тормозить страшно. Да, тем более парень молодой играет в теннис, хочет КМС выполнить. Пускай в этих кроссовках, прикольно будет, если он в этих кроссовках КМС выполнит. Это будет огонь. Как получить разряд? Чемпионат Казахстана. Нам недавно, кстати, скидывали обновленные файлы. Сейчас намного проще получить разряд на самом деле. Да. Если хотите, потом на следующем стриме мы... Кстати, он получит что-то бонусные мячики от магазина. По поводу разрядов, давайте на следующем стриме я покажу файлик, который... Да, нам буквально неделю назад отправили этот файл. Недавно, да, пересмотрели. Привет, Сергей Тренер. Ты все еще скидываешь нам донаты, ты молодец. Так. А, за мной уже тоже приехали, поэтому будем заканчивать стрим. Как-то так. Валерия, что странно. Ну ладно, можете пообщаться. Мещи не нужны мне. Про ФП сделаете видео? Когда-нибудь сделаем. Когда Дмитрий ответит. Как только Дмитрий приедет, мы хотим все по-красивому. Я имел ввиду в подписчиках Теннислайв. Да-да-да. Я могу смотреть только если у него открыт аккаунт. Если он у него закрыт, то я не могу посмотреть, что он на меня подписан. Такая вот фишка. он на связи, вы видели, он подписан в любом случае, спасибо за конкурс всем удачи в следующий раз да, не забывайте, что мы разыгрываем ракетку если что, залетайте на розыгрыш ракетки, тоже будет интересно, всего лишь там надо да, конечно отточим розыгрыши ответственность на хозяине канала да, розыгрыш на самом деле внезапно случился, на меня вышли ребята нет, нет, Жанер, там если он откроет, когда мне профиль, я зайду в список и там видно, когда он подписался то есть там проблем не должно быть нет, Траволта там типа вот так головой крутит, типа кто-то где-то кричит, а он крутит головой в этом смысл был, типа откуда кричат Бабл Ти представитель магазина что случилось, почему расстроено лицо ракетка где разыгрывается, ракетка разыгрывается, ссылочка в описании есть проходите, донатите 1000 рублей оставляете свои контактные данные или эквивалент 1000 рублям 6000 тенге допустим, да все, как только мы собираем вот полоска заполняется и вперед гоу, среди тех кто задонатил разыграем ракетку условия простые, уже одну разыграли так ракетку и вот сейчас собираем на новую то есть себе не оставляем, покупаем ее вернее не покупаем, мы сначала разыгрываем а потом победитель выбирает какую ракетку хочет вот и все условия все, на этом все увидимся через во-первых в воскресенье будет стрим с турнира, финал любительский турнир как вы уже наверное видели не раз у меня на канале а в следующий четверг договорились с психологом Евгений так что залетайте все, всем спасибо всем пока